А теперь тема сегодняшнего дня. А теперь тема сегодняшней передачи. Цены на молоко выросли более чем на 7 рублей по сравнению с октябрем прошлого года. И, по мнению экспертов, продолжают расти. На мой взгляд, созданы предпосылки к тому, чтобы небольшие производители молочной продукции протянули ноги, считает основатель ЗАО «Сернурский сырзавод» Владимир Кожанов. Скажите, Тарас, молочные продукты наравне с хлебом являются товарами повседневного спроса. А участвует ли как-то государство, как в случае с хлебом, в регулировании цен на молоко? И вообще, какие меры можно предпринять, чтобы сдержать цены, и чтобы они не росли? Про хлеб я не знаю. Молоко на сегодняшний день нерегулируемо. То есть, переработчики и производители молока между собой договариваются самостоятельно. Соответственно, цена формируется абсолютно естественным образом. — Государство как-то может повлиять на рост цен? — Установить планку какую-то. — Государство может сделать все, что угодно. Может установить цену. Это приведет обычно к следующим этапам, когда есть фиксированный цена, по которому производитель молока задает переработчику, а еще какая-то часть потом выплачивается каким-то серым схемам. То есть, в любом случае, любая жесткая планка по цене легко может пробиваться как в одну, так и в другую сторону с помощью каких-то дополнительных бонусов одной стороне другой. — То есть, государство компенсирует что-то производителю, если назначает цену? — На сегодняшний день в России таких примеров не было. Есть примеры Израиля, но там полностью вся цепочка отрегулирована. То есть, производитель не может сделать молока больше, чем у него есть квота. У него есть контракт годовой с одним заводом, он не может брать на другой завод. У него есть годовая цена, то есть, полностью все фиксировано. У переработчика, соответственно, есть фиксированная цена, по чем он продает в магазин. В большинстве стран этого нет, в том числе и в России. То есть, все достаточно на договорных отношениях, как угодно может происходить. — Как раз можно сказать о том, что сегодня в магазинах на сыр одной марки цена разнится, бывает так, что на 100 и более рублей. От чего это зависит все-таки? Что 400 рублей и 220-250 рублей. — За сыр одного и того же сорта? — Да, одного и того же сорта. — В мае месяце была конференция производителей переработчиков молока, которая организовывала Daily News. Я на ней тоже участвовал в качестве приглашенного товарища. Там была статистика, что в этом году у нас сухое молоко, которое в страну достаточно много возилось, сократилось в объемах. Зато практически на 40% увеличивался воз пальмовых и растительных масел. Вопрос. Куда они делись? Когда цена на сыр отличается очень сильно на похожие сорта, здесь может быть несколько вирантов. Первый вирант, что это не совсем молочные сыры. То есть молоко в них, конечно, сколько там присутствует, но чем дороже сегодня стоит молоко, тем больше вероятность, что может кто-то использовать и пальмовые жиры. С другой стороны, можно говорить о следующем, что есть страны, например, Белоруссия, где рынок тоже жестко зарегулирован. То есть есть единая цена, по которой производители сдают молоко. Соответственно, по состоянию где-то год назад она была раза в полтора ниже, чем средняя цена в России. Соответственно, надо понимать, что когда мы говорим о сырах, то в одном килограмме сыра 10 литров молока. И увеличение цены молока, скажем, на 3 рубля дает Россыра на 30 рублей. Соответственно, если разница в молоке больше 5-6 рублей, то эти 100 рублей, они как раз легко оказываются в разнице в цене сыра. Тарас, вы обучаетесь в аспирантуре МАСИ и по программе MBA. Скажите, новые знания в сфере экономики позволяют вам как-то более грамотно относиться к вашему делу, прогнозировать ситуацию и прочие бизнес-процессы? Ну, давайте так. Я считаю, что любое обучение, оно не должно давать какие-то конкретные цифры. Ну, было бы странно, если бы мне рассказывали, сколько будет молоко стоить через 2 года на тех или иных курсах. Здесь важно изменение какого-то, ну, скажем, сознания, понимания вообще ситуации. Большая часть на сегодняшний день игроков рынка работает в очень локальных рамках. Мы конкурируем между собой, то есть там соседи, немножко Киров, немножко Чуваши, немножко Татарстан и вот местные какие-то игроки. Это давно не так. Мы конкурируем со всем миром. И это очень важно понимать, и это то, как раз, о чем нам должны рассказывать и рассказывают на обучении. На MBA, который сейчас проходит, нам как раз рассказывали о важности какой-то глобальной конкуренции, о понимании денежных потоков. Спасибо большое. Напоминаю, что с вами была рубрика «Острый вопрос». Острые вопросы по традиции задавал Алексей Батанов, ну, и отвечал на острые вопросы Тарас Кожанов. Всего доброго, до свидания. Мы не смотрим на знаменитость или успешность вуза. В первую очередь мы смотрим на выпускника. Востребованная специальность и лекции от практикующих профессионалов, отличная материально-техническая база, стажировка и трудоустройство, прекрасные перспективы и уверенность в завтрашнем дне. Все это даст вам учеба в Межрегиональном открытом социальном институте. Учеба в МАССИ – это диплом государственного образца, удобная форма оплаты, практика в ведущих компаниях Республики МРИЛ с первого курса, трудоустройство, возможность перевестись на дистанционное обучение, возможность сдать международные экзамены по программам TOEFL, Microsoft, Cisco и многим другим. Спешите только до 15 ноября в честь десятилетия Межрегионального открытого социального института скидка в 10 тысяч рублей на заочное обучение. Телерадиохолдинг на Патриарше приглашает жителей Республики к участию в поэтическом конкурсе «Осеннее вдохновение». Автор лучшего стихотворения будет удостоен денежного приза в 20 тысяч рублей. Обладатели второй и третьей премии получат по 10 тысяч рублей. В конкурсе может принять участие каждый житель Республики МРИЛ. Прием конкурсных работ до 1 ноября. Подведение итогов конкурса 4 ноября. Ваши стихи отправляйте по электронной почте 12sobako.tvregion12.ru Все конкурсные работы будут опубликованы на сайте телеканала «Регион-12» при WTVregion12.ru Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова